Департамент строительства города Всех с этим праздником, особенно тех, кто имеет непосредственное отношение к этой профессии. От вас жду теплые слова чуть позже, ближе к концу программы. Пока же давайте к текущим моментам. Департамент строительства. Чем же все-таки вы занимаетесь? Наша основная деятельность. Мы являемся координаторами всех отношений, которые возникают в строительной сфере, в строительной области города Краснодара. Это координация работы застройщиков, заказчиков, проектировщиков. Это строительство, непосредственно осуществляющееся нашими силами, силами департамента и подведомственных учреждений. Строительство социальных объектов. Это школы, детские сады. Это строительство инженерной инфраструктуры. Это магистральные коллекторы, сети газоснабжения, вода, электроснабжения. Есть много направлений в нашей деятельности. Основные я уже перечислил. А сколько человек трудится в этой отрасли? И кто эти люди? Откуда они могут быть? Речь идет о строительной области города. В целом, по разным оценкам, конечно, до каждого сотрудника статистика не ведет учет. Но если касается крупных и средних предприятий, то количество работников составляет порядка 20-25 тысяч. Почему статистика ведет крупный и средний? Потому что, понятно, 90-95% статистики и показателей дают эти предприятия. Это предприятия, в которых работают и тысяча человек, бывает, и полторы тысячи. Это предприятия, у которых многомиллиарды обороты годовые. Область действия таких предприятий охватывает весь спектр работы и услуг в отрасли. Это и проектирование, и изыскание, экспертиза, проектная документация, производство строительных мероприятий, материалов, непосредственно предприятия, выполняющие строительно-монтажные работы. Поэтому наша цель, чтобы весь этот механизм работал, работал слаженно и, как говорится, выдавал результат. В сфере строительства, кого больше? Это наши местные жители заняты или все-таки приезжие? Конечно, строительная отрасль города, как и края, это в основном местные жители, это горожане, это высококвалифицированные специалисты, которые уже долгие годы работают. У нас в отрасли есть и династия, и есть ветеранское направление. То есть это те люди, которых знает вся Кубань, которые внесли неоценимый вклад в развитие отрасли. И тем не менее они продолжают сейчас воспитывать подрастающее поколение. Что говорить о, как говорится, не кубанских строителях, таких есть, но их крайне мало. Я имею в виду иностранную рабочую силу. Ну, с каких стран привлекаются? Ну, практически весь рынок замещен местными квалифицированными кадрами, но основные страны это ближнее зарубежье, и из дальнего зарубежья можно упомянуть рабочие специальности, инженерные специальности, это из Северной Кореи, Вьетнам, Турция. Но, повторю, это те люди, которые уже не один год присутствуют на рынке в строительном Краснодаре, работают из года в год, и заказчики, у которых они работают, отзываются об их результате только благодарственными письмами. Северная Корея, это же закрытая страна, как получается их все-таки привлечь сюда? Да. Идет согласование через региональную комиссию по привлечению иностранной рабочей силы, в принципе, как и все другие. Никаких здесь вопросов. Что касается профессий, вот все-таки какие больше востребованы, кого не хватает на рынке? Может быть, я не знаю, маляров? Да, мы проводили, естественно, такой анализ, причем сравнивали рабочие профессии, рабочие специальности и специальности, связанные с необходимостью получения высшего образования, то есть управленческий состав. Здесь, к сожалению, наблюдается определенный перекос, я бы сказал, у нас инженерных специальностей выпускается больше, чем есть востребованность, а рабочих специальностей выпускается меньше. Поэтому, как одно из направлений нашей деятельности, естественно, со всеми другими структурами, кто в этой сфере работает, это как раз развитие сети по-старому профтехучилищ, которые и призваны заполнить эту нишу. А готов ли город предложить те самые учебные заведения, чтобы студент по окончании вышел из него и нашел для себя подходящую работу? Ну, понятно, это не должностные какие-то, да, должность невысокого, так скажем, ранга, а вот правильно вы сказали, нехватка таких обычных работ. Конечно, эти учреждения и существуют, и развиваются, и создаются новые, не так быстро и в большом бы объеме, как хотелось бы, но тем не менее. И должен отметить, что в последнее время, кстати, именно интерес выпускников школ именно к таким учреждениям, где можно получить квалифицированную специальность, которая востребована на рынке, которая довольно-таки хорошо оплачивается, он сильно возрос, этот интерес. Александр Александрович, допустим, я впервые приехал в Краснодар. Конечно же, мне хочется посмотреть город, увидеть что-то такое необычное. Чем Краснодар может похвастать? Какими-то новыми объектами? Я, как коренной житель Краснодара, с удовольствием покажу вам самые значимые места города, самые любимые нашими горожанами. Это и исторический центр города, и объекты благоустройства. Но не секрет, уже не один сезон у нас функционирует великолепнейший стадион Краснодар. Он продолжает восхищать и поражать таких, кто вновь приезжает в город. Сквер Краснодар – это просто великолепнейшее сооружение, все, что рядом с Краснодаром. Это десятки гектаров благоустроенной территории, великолепные архитектурные формы, фонтаны, бассейны. Я почему именно говорю по благоустройству? Потому что за последнее время город сделал огромнейший рывок в этом направлении. У нас функционирует программа формирования комфортной городской среды. Это результат голосования всего населения города. И после этого голосования определяются территории, которые подвергаются благоустройству и которые доступны всем горожанам. Так вот мы в прошлом году благоустроили территорию в юбилейном микрорайоне. Это аллея, созданная в честь 80-летия Краснодарского края. В этом году четыре территории вошли в эту программу и на них сейчас ведется благоустройство. Это бульвар Гагаринский, сквер фестивальный, бульвар Офицерский, сквер пограничников. На самом деле и много зданий красивых с архитектурным точки зрения. Подсветка развита в городе хорошо. Приятно вечером пройти, полюбоваться ею. Давайте все-таки перейдем к жилому фонду. Сколько было введено в 2018 и в этом первом квартале 2019 года в городе? Здесь хочу начать чуть-чуть более с раннего срока. Город Краснодар уже, наверное, последние десяток лет входит в тройку лидеров по воду жилья в стране. Я имею в виду в тройку, где присутствуют регионы. То есть город по воду жилья обошел большинство регионов даже в стране. Но не считая Москву и Питер. Иногда их обходят. Места меняются, но мы либо вторые, либо третьи по стране. Хорошо это или плохо? Была пересмотрена у нас в принципе градостроительная политика. Произошло полное переформатирование. И если в 2015-2016 году ввод жилья оценивался от 3 миллионов квадратных метров, то в 2018-м произошло резкое снижение. Всего лишь 2,5. За счет чего? Вернее, в 2017 году 2,5 миллиона, а в 2018-м чуть с небольшим 2 миллиона. В первую очередь за счет чего? Полностью исключена точечная застройка. Застройка осуществляется только комплексно по существующему проекту планировки. То есть наряду с жилыми домами застройщик в обязательном порядке возводит всю необходимую инфраструктуру. Это и дорожная, инженерная и социальная. И здесь мы уже действуем в некоем тандеме с застройщиками. Есть также ряд программ, по которым мы развиваем в первую очередь социальную инфраструктуру. Это касается детских школ и садов. То есть застройщик может в составе своего проекта осуществить подготовку проекта сметной документации, получить все технические условия и передать ее городу. И город строит этот объект. Либо застройщик сам полностью возводит объект под ключ. И по существующим программам мы этот объект выкупаем. Чуть более, когда будем говорить в целом о социальных объектах, я более подробно расскажу. Хорошо. Пока же прервемся. Это действующие лица. Мы продолжаем программу. Александр Александрович, а где же все-таки в городе ведется самое интенсивное строительство? Можете даже назвать микрорайоны. Конечно. Вот именно правильно. Микрорайоны. Это в первую очередь те микрорайоны, которые ранее начали комплексно осваиваться. Это район Витаминкомбината, Восточно-Кругляковская, микрорайон Московский. Но я думаю, что сейчас вектор строительства будет перемещаться на новые территории. Мы недавно приняли в муниципальную собственность большой массив, полторы тысячи гектаров. Это район Новознаменский, Зеленопольский. На него уже на завершающей стадии подготавливается необходимая документация. Это я имею в виду проект планировки, проект межевания. И в ближайшее время начнется его освоение. Во-первых, это поможет развить транспортную инфраструктуру в городе, обеспечить дополнительные выезды, что снизит нагрузку на центральные улицы. Это даст возможность создать большой медицинский кластер. Туда будут переведены и построены там вновь несколько лечебных учреждений города. Район будет полностью обеспечен инженерной инфраструктурой. И в том числе в нем будут предлагаться земельные участки застройщикам или инвесторам, которые решают для города такую, к сожалению, существующую. Но, тем не менее, важную проблему это достройка долгостроев, объектов многоквартирного строительства. Вот, кстати, как обстоят дела с этим, с этой проблемой в городе? Ну, я уже говорил, что Краснодар в силу ряда причин является лидером, в том числе по вводу жилья. Но это как раз обратная сторона медали, что есть, повторю, к сожалению, недобросовестные застройщики, которые по разным причинам предумышленно, непредумышленно допустили просрочки в исполнении обязательств перед своими дольщиками. Но эту проблему решаем, где-то получается хорошо, где-то хотелось бы, чтобы это решалось быстрее. Но, тем не менее, сдвиги есть положительные. И такое самое большое подспорье за последнее время, это все-таки издание регионального законодательства, которое, как я уже сказал, дало нам рычаг предоставления компенсации этим инвесторам. То есть инвестор не просто берет, достраивает, а он за это получит определенные преференции. Как мы сказали, город занимает первые строчки в различных рейтингах, в том числе и по привлекательности. Что касается инвестиций в строительство, как с этим обстоят дела? Инвестиции в строительство, в принципе, это все финансирование, которое осуществляется при строительном процессе. Если говорить непосредственно об инвестиции, хотел бы тогда сосредоточиться на упомянутом новой партнерстве с застройщиками, с помощью которого создается социальная инфраструктура города. Я предлагаю перейти тогда уже к социальным объектам. Должен сказать, что назвать 2019 год беспрецедентным, это не сказать ничего. Количество построенных, строящихся и проектируемых одновременно учебных мест, мест в детских дошкольных учреждениях просто грандиозное. Могу назвать цифры, по школам это составляет более 17 тысяч мест, по детским садам почти 3 тысячи мест. Я хочу сказать, это только создаваемые вновь. Так вот, у нас уже в этом году проектируются школы на 6,5 тысяч мест, причем одна из них будет, вторая в России, ее наполняемость будет проект на 1850 мест. Я должен сказать, что единственная школа наполняемостью 2100 мест реализована в Москве. Больше по стране таких школ такого объема нет. Вот вторая будет в городе Краснодаре. А может быть, действительно лучше строить такие вот большие объекты, я имею в виду учебные заведения, школы хотя бы, да, на 2-3 тысячи мест, Что бы, или все-таки эффективнее, когда их там по 500, по 600 человек учатся? Все исходит из конкретной ситуации, из конкретного района. Где-то мы строим отдельно стоящую пристройку, в существующей школе перемещаем в нее начальные классы, а старое здание, все освобождается под старшие классы. Где-то необходимо строить новую школу полностью. Но, правильно вы сказали, есть понятие эффективности стоимости одного места, но я упрощенно скажу. Кроме того, есть ряд требований, этот проект должен быть типовым, включен в федеральный реестр, потому что, естественно, такое строительство только за счет городских денег невозможно. Здесь привлекаются и средства и регионального, и федерального бюджета, в первую очередь. Так вот, единственное из опыта могу сказать, планировалась у нас школа на 2 500. мест, это территория, угол Московская, Солнечная, от нее отказались, от этого проекта. Он стал очень дорогим по себестоимости, но зато вместо него, там на этом месте уже построена одна школа на 1550 мест, и строится вторая на такое же количество. То есть на этом месте мы получим на две школы общей вместимостью 3100 мест. Теперь, что касается вот инвестирования застройщиков. Большой вклад в создание социоинфраструктуры оказывают наши застройщики, кто работает в городе. Например, один из них в своих жилых районах, которые они параллельно возводят, это микрорайон Панорама, микрорайон Губирнский, из года в год они строили детские сады, школы, мы их выкупали. Другой застройщик, также в своих районах, это микрорайон Молодежный, на районе Гидростроителей, на Восточно-Кругляковской, также уже создал и продолжает создавать такие объекты. По идее, так и должно быть. Я уже об этом говорил, это и называется комплексной застройкой, и здесь наше взаимодействие с ними крайне необходимо, потому что мы применяем ряд механизмов, которые предусмотрены законодательством. Ну, я имею в виду, это почему так и должно быть, потому что выделяется, к примеру, земля, да, строятся жилые микрорайоны, соответственно, вы как застройщики, вы также строите и соцобъекты, те же самые детские сады, спортплощадки, или все-таки они также ждут помощи от города? Надо различать объекты благоустройства и инфраструктуры, которые застройщик возводит в рамках своего проекта. Это все-таки отведенные земельные участки, это проекты, прошедшие экспертизу, и на них застройщик обязан возвести многоквартирный жилой дом и то, что необходимо для его эксплуатации. Я речь веду об отдельных земельных участках, которые именно по генеральному плану, по правилам землепользования и застройки именно предназначены для создания объектов образования, медицины и иных объектов. Ясно. Ну вот могу упомянуть про изменившееся законодательство с 1 июля. Было несколько переходных периодов, начиная с 2017 года, я имею в виду изменения в схеме привлечения средств долевого участия граждан. Мы знаем, что с 1 июля этого года долевое строительство в принципе отменено, введены так называемые счета эскроу, коротко, что это? Это человек, который хочет купить квартиру, жилье, отдает деньги не застройщику, а кладет их в банк на специальный счет, который хранятся эти деньги на этом счету до момента, когда по-старому дольщик получит ключи от своей квартиры. В случае чего участник строительства просто заберет обратно деньги. А застройщик пользуется кредитными средствами этого банка. И вот должен сказать, что с 1 июля иных средств, кроме таких кредитных, в принципе, у застройщика не будет. И он должен изыскать иные источники финансирования, это прибыль в первую очередь, конечно, это иные кредиты, по которым он будет исполнять свои обязательства в рамках своего проектопланировки. Ну и коротко. Несколько лет назад Гордума Краснодара приняла новые правила строительства, сопутствующие жилью, инфраструктуру. Вот, кстати, мы и поговорили. Все ли, в том числе парковочные места, все ли застройщики готовы работать по этим правилам? И если нет, то какие меры от вас принимаются? Говорить, что все готовы работать или нет, я думаю, не совсем правильно, все обязаны просто выполнять эти правила. Почему? Потому что существует многоуровневый контроль за ведением строительства. В первую очередь, существует уполномоченный орган, это департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края. Его основные два направления, это проверка финансовой деятельности застройщика, то есть как он расходует средства граждан, которые привлек в строительство. И второе направление, это именно государственный строительный надзор, то есть многоэтапная проверка за ходом строительства на предмет соответствия строящегося и в итоге построенного объекта, именно проекту, по которому он строится. Поэтому не исполнить его просто невозможно, в противном случае застройщик не получит необходимые документы, говорящие о завершении строительства, и что оно завершено в соответствии с проектом. Ему придется это делать. Ну и в завершение, слова пожелания, слова поздравлений своим коллегам. Конечно, много уже сказано, но хочу от имени департамента строительства всех коллег, кто работает в строительной сфере, поздравить с профессиональным праздником. Тем, кто работает в подрядной сфере, пожелать огромное количество заказов, чтобы работа велась круглосуточно. Тем, кто является застройщиками, желаю, конечно, пройти этот переходный этап в сфере строительства, я имею в виду по уже личному строительству. А так, конечно, грандиозных проектов, интересных, которые обязательно, чтобы до конца были реализованы, которые стали бы визитной карточкой города Краснодара, и мы все долгие-долгие годы любовались этими объектами. Спасибо за интервью. Удачи вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!